Мощность также автомобиля где-то по 1000 лошадиных сил, наверное, причем разница у автомобиля в том, что механическая коробка передач 6-ступенчатая стоит в BMW и автоматический автомат стоит в Mark II. Монква показывал замечательные результаты вчера и сегодня, у него стабильные низкие 10 секунд, прекрасно настроенный двигатель, посмотрим сейчас за результатами этого заезда. Сергей Билов, подойди, пожалуйста, к своей машине, еще раз, Сергей Билов, к своей машине, подойди, пожалуйста. Еще один старт, но автомат, автомат, конечно, да, замечательный настроенный Mark II, великолепно он едет. Ну и соответственно результат, чистая победа, время 10.36, великолепное время, скорость на выходе 224 км в час. 11.24 показывает BMW, также 224 км в час, скорость одинаковая на выходе. Вот здесь клуба BMW, одна из них легендарная, уже успела стать легендарной, вот эта черная BMW. У него фантастическое время. По-моему, даже вот эта черная BMW победила в свое время из 10 секунд. Ну и в общем, насколько я понимаю, вот зеленая BMW, это ее первая, такой, дебютная по катушке в версии турбо. В мощности, безусловно, больше. Последний раз, когда я видел эту черную BMW, мощность в ней была 850 лошадиных сил. Сейчас, я думаю, примерно та же цифра. Мощность зеленой BMW, ну, мне кажется, сил 600-650. Напоминаю, заезды идут заднего привода, класс 3. Невероятный старт в царьковской BMW. Серьезный отрыв, безусловно. Ну и великолепное время показывает царьковский болид. 10,3, ровно, 244 километра в час на выезд от финиша. Я думаю, мощность, да, наверное, по тысячу сил уже в машине. 12,26 у зеленой BMW, 185. Ну, наверное, приотпустил газ уже на финише, видел, что не догоняет. 10,3, вот видите, уже две машины у нас есть. С временами 10,3, я думаю, в финале у нас будет интрига настоящая. Настоящее. Омер 38 уверенно проходит финал и поборется за первое и второе место.